сразу начну с хорошей такой плюшки очень приятной и уместный курс начинается 22 числа у вас есть возможность получив купон на 2000 рублей его применить на любой курс не только на курс обработка сведения мастеринг то есть всем участникам данного стрима отправлен купон ну я так думаю уже отправлен вы можете его применить к любому курсу это очень замечательно сам курс начинается сведение мастеринга начинается с 22 июня то есть до 22 числа там получается 21 в 23 59 наверное да вы можете использовать этот купон чтобы он не сгорел так вот про сегодняшний стрим я взял очень несложный проект вы видите тут всего раз два три четыре пять шесть семь дорожек а не до 20 его надо применить до 20 надо применить не до 22 до 20 все я понял да 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 в общем до 20 числа используем купон так вот мало дорожек я взял специально сначала я взял такой достаточно тяжелый проект всего много и в итоге остановился на более простом варианте чтобы сам показать принципы чтобы не отвлекались на количество треков потому что когда их много у новичков обычно сразу такие глаза типа ну его нафиг я лучше коммунити отдам сведения там потеряю деньги и их же придется платить другому человеку так вот проект из представляет из себя давайте отключу все и начнем прям по порядочку бочка тут даже не бочка а кахон достаточно такой аккуратненький акустический одни микрофонов записаны снэйр снэйр это сайт стик когда бьют по ободку барабана да по ободу но тоже один микрофон все банально виолончель записано двумя микрофонами вот первый микрофон второй микрофон который поярче и но при этом там есть резонанс такой понизу иногда проскакивает но это вполне нормальная ситуация да все же вага все же вага следующий инструмент гитара то есть по факту у нас перкуссия из двух дорожек кахон и сайт стик виолончель записанная двумя микрофонами гитара записано двумя микрофонами вот первый микрофон но я сразу их спанорамировал влево вправо давайте пока в центре оставим второй микрофон отличаются они частотно помягче немного поярче с таким гундоси гундосеньким призвуком давайте сразу его приберем то есть опять вот как кто-то знает уже первый этап обработки вообще самый первый этап это подготовка треков мы добавляем треки на в проект подписываем их там украсим дорожки кому как удобно потом я сразу выстроив первичный баланс ну просто вот на слух примерно как что я выделяю ненужные частоты и их ослабляем вот это вот немного гундосый такой призыв я его немножечко есть ослабим и можно сразу с обниз отрезать но я это сделаю на группе дальше как видите у меня и виланчель вот первый трек второй трек виланчели идут в группу и я уже буду применять основную обработку на группе то же самое с гитарой виланчельку я не знаю где их писали но она нормально записано вот то есть никаких проблем по поводу всегда ли нужно работать вов можно сводить сразу в проекте где вы писали аранжировку если комп тянет все нормально то проблем нет ну есть в этом минус вам хочется постоянно что-то на этапе аранжировки изменить там тембры перекрутить и так далее когда вы разделяете этап аранжировки все экспортируете вовы сведения вы потом она себя во-первых дисциплинируйте нет желания постоянно туда-сюда прыгать но если там совсем плохо то конечно надо ошибки исправлять на аранжировке если это ошибки аранжировщик идем дальше второй микрофон первый микрофон второй микрофон гитары тоже идут в группу акустейщика гитары где какая-то обработка и как раз вот по моему на голосе я вот использовал эффект который и приводил к ребуту мне кажется это он я его сейчас не буду включать голос мы обработаем значит заменим какой-то эффект вообще не проблема дальше ну трек голоса понятно записан одним микрофоном все просто причем при записи была использована легкая компрессия медленная потому что видно и слышно что голос более-менее поджат уже вот есть небольшие там слюньки скажу с ними что сделать хотя чего говорить давайте сразу мы это сделаем я это этап подготовки тоже по идее вот эти все очистка наших нашего материала на наших треков этот этап лучше сделать до сведения я вообще там не в этот день когда вы будете сводить чтобы техническую часть разделить от творческой и музыкальной я закинул материал сна сразу скажу я буду работать в репере но все то о чем я буду говорить применяется в любом секвенсоре так я закинул голос в rx чтобы почистить его от этих щелчочков они здесь есть их немного но они потом будут нам мешать что я делаю сразу маус деклик чувствительность ну троечка 3 4 у меня вот даже значение по умолчанию какой-то осталось уже от предыдущих проектов я выделяю запускаю то же самое выделил нужную часть запустил просто чтобы не терять много времени сейчас я не буду на каждом щелчке сейчас акцентировать внимание круг круг грубо говоря удалили шум удалили какие-то щелчки непонятные какие-то призвуки если они есть сохраняя у меня файлик обработанный в репере то есть не обработанный обработанные в любой момент могу откатиться я так вот привык работать если я точно знаю что в rx я не сделаю ничего дурного я ну в реальной ситуации не буду делать копию до александр запись будет она будет в личном кабинете я думаю доступно уже вот после после стрима так вот мало треков дополнительно шина реверберации room hall второй hall plate ну delay возможно мы добавим давайте сразу это сделаем то есть я создаю просто трек дилей и возьмем какой хороший дилей мне нравится очень много дилеев один из моих любимых это эхо бой от sound toys опять в работе у вас со временем складывается свой любимый набор эффектов sound toys эхо бой и у меня например вот в данном проекте у меня я захотел эхо бой это не значит что вам нужно срочно бежать покупать это где-то там искать это именно этот плагин чтобы зазвучало что-то вы можете взять вообще любой дилей который у вас есть потому что и и сегодня и на курсе я делаю акцент на понимание принципа они на как бы демонстрации плагина смотрите в какой классный плагин все его бежим покупать и тогда у вас зазвучит так как не работает более того если даже вы возьмете все прессе ты перерисуете себе там на бумажку или себе на компьютер скопируете и и они эти все настройки будут работать только вот с данным материалом здесь и сейчас с другим голосом не за темп поменяется тональность поменяется из набор инструментов меняется аранжировка поменяется все эти прессе ты ну не то что они совсем не подойдут может быть как это отправная . какая-то да но в любом случае их нужно будет доводить под конкретный материал это касается всей обработки начиная от эквализации заканчивая там реверберации компрессии и прочее вот я микс ставлю на сто процентов можно не знаю как стартовая опять-таки . взять какой-то прессет если мы хотим ну давайте какой-нибудь первый попавшийся искаженное эхо микс на сто процентов потому что я его использую в посыл то есть у меня с данного трека будет звучать только эффект сатурацию немного все таки сделаю поменьше потом доведем так вот что какая очередность да я с какого инструмента начинать есть два основных подхода можно начать сведение с голоса то есть мы включаем голос делаем его максимально круто звучащим и потом добавляем к нему эффекты есть второй вариант мы начинаем с какого-то основного инструмента это может быть там барабан и ритм секция до барабан и бас в данном случае можем мы можем начать с чего угодно вообще потому что треков мало они в принципе друг другу не будут там как-то мешать очевидно что если эта песня то самое важное значение в любом случае это будет у голоса но ошибочно многие считают что его надо просто в лицо вот так вот выпить вперед а все остальные инструменты куда-нибудь подальше задвинуть ну может быть кому-то понравится такой звук мне обычный не очень это нравится когда голос торчит как гвоздь в одном месте весь оранж где-то непонятно задвинуть да я начну по порядку сверху вниз можно да допустим что мы можем сделать с бочкой который кахон сейчас у меня все эффекты выключены я недолго думая просто заменил в этот инструмент но этот трек точнее на триггер у меня получилась такая бочка давайте чуток сразу сделаю громче вот так было так сейчас я покажу как и сделают и стал так то есть какой-то вес появился да я это сделал с помощью инструмента триггер от стивен слейта очень доступный инструмент по факту он преобразует аудио сигнал в миди и тут же под этот миди трек который в нем же да подставляется нужный сэмпл или несколько сэмплов как хотим ну вот чтобы понять как это работает то есть ну ни разу не бочка да и вы видите что сила удара тоже учитывается то есть если атака здесь более яркая громче грубо говоря человек там долбанул по барабану подставляется более активный удар сэмпла то есть сэмплы многослойные здесь могут быть и дополнительно вот здесь два сэмпла первый и второй вот это я делал немного ну как бы не то что немного существенно тише чем основной вот чтобы добавить немного объема то есть по факту это комната сэмпл комнаты сейчас сделаю громко вот основной барабан и комната к нему подмешивается вот и все больше никакой обработки здесь нет хороший сэмпл бойки решает один нюанс чуть не забыл я использую огибающий адср стандартный ну здесь атака сустейн релиз укоротил звучание реверберации то есть не вот такой который там был длинный хвост а сделал его покороче просто сустейн прибрал был изначально так добавим то есть ну длинный хвост прям такой комнатой и сделаем поскромней то есть стало посуше во первых меньше комнаты и она не такая длинная бочка это можно сделать в принципе гейтом тоже но когда есть огибающие я предпочту использовать их это ну чисто тоже вкусовщина на самом деле дальше по балансу я ставил эту бочку ну в районе там сколько 14-15 децибел вот который уровень который вот здесь на треке и отсюда он попадает на мастер-шину на мастер-шине у меня по факту эквалайзер который в общем-то ничего пока не делает кроме небольшого стереорасширения путем увеличения сайт составляющей стерео составляющей там процентов на 10 и максимайзер просто чтобы вы сейчас лучше все слышали если отключить эффекты на мастер-шине вот такой уровень у меня приходит на мастер минус 13 минус 16 децибел вот дальше снейр ну это рабочий барабанг на котором просто ревер вот я из двух вариантов в данном случае выбрал вот этот и вот этот вот этот с более длинным хвостом такой без обработки ну очень так сухо хочется немного нет на мастере громкость у меня в ноль просто я не слишком сильно разгонял еще микс это все-таки баллада а не рамштайн да где мясо прям да очень клевая клевый вопрос от Екатерины после ревера тембр изменился да потому что ревер в данном случае очень-очень сильно частотно окрасил то есть появился такой немного летящий воздушный хвост можно кстати немного низа у него подрезать тоже вот прям здесь в эквализации и с ним как это да как часики все больше никакой обработки нет можно конечно если бы записано было плохо я бы перед реверберацией как минимум да можно и сделать отрезал бы лишний низ но здесь настолько разряженная аранжировка здесь есть место всем этим условно лишним частотам вот это не обязательно делать в данном случае дальше виолончелька ну первое что желательно сделать это в данном случае проверить фазу микрофонов можно визуально вот видите она много не то что противофаза какая-то прям ужасная но она не идеально совпадает зачем это надо виолончель инструмент достаточно массивный много низа мясо если тут будет проблема с фазой это мясо потеряется мы можем потом добавлять эквалайзерами всякие частоты ну это неправильный подход нам нужно перед тем как какие-то эффекты крутить просто проверить как эти два трека между собой складываются банально все очень вот первый и второй как можно проверить фазу без всяких плагинов ну на предмет сложения просто взяли какую-то одну ноту один фрагмент отключил я мастер сейчас запомнил уровень здесь минус 13,7 переворачиваю фазу на одном из треков на любом вот кнопка переворота фазы включая тот же самый фрагмент минус 18,1 значит я сделал хуже да вот уже таким образом можно понять в фазе они или нет но это просто противофаза прям 180 градусов да ну прям конкретно мы можем немного сдвигая трек добиться еще более лучшей фазовой совместимости она нам нужна чтобы инструмент звучал полноценно частоты не пропадали особенно низкий низкая середина если бы это был треугольчик какой-то я бы даже не проверял ну очень там там нет низа нижней середины а уж у велончели там у гитары обязательно есть автоматический способ например плагин автоалайн от мелда продакшн ну давайте какой-нибудь возьмем да любой бас-драм пускай будет главное чтобы была разница с гитарными плагинами да ну две разные группы то есть велончели у меня на группе бас-драм и что я делаю открываю любой из них первый второй вот они два так latency latency все на любом из них нажимаю analyze и ставлю play а потому что на высоких частотах так не проявляется вот это смещение фазы ну если там не противофаза конечно прям стопроцентная что произошло он сдвинул один из треков на три целых одну миллисекунду вот смотрите вот в противофазе как ну уныло звучит сразу велончель я вот здесь перевернул фазу смотрите низа как-то нет вот в фазе прям о да уже гораздо лучше то есть по факту программа автоматически сделала за нас кучу работы причем причем ни одного плагина видите пока нет а звук уже более сфокусирован да там есть местами резонансы мы с ними поборемся дальше дальше на группе целло то есть у меня вот этот трек идет в группу и вот этот оба микрофона идут в группу на которой висят эффекты нейтрон очень удобная штука особенно для новичков потому что здесь есть ассистент вы нажали дали прослушать программе ваш звук и программ вам предлагает плагин предлагает обработку которая в большинстве случаев будет являться хорошей стартовой точкой давайте посмотрим какие здесь модули есть модуль скульптор по этому плагину есть класс на liveclasses.ru там я подробно все рассказываю что куда зачем ну я просто его применил потому что это реально и вам полезно знать что такие есть плагины с искусственным интеллектом которые работают на самом деле не просто громкие слова и по одному буду включать скульптор дополняет гармоники чтобы спектр весь звучал более заполнено то есть он дополняет частоты какие то увеличивает как здесь какие то вырезает как здесь я могу подправить его чтобы он больше добавлял высокой середины высоких либо наоборот более мягким сделал звук причем здесь риппер он почти пустой такой сдвигалки там точно нет причем здесь риппер да это сдвигалка я же сказал от компании melda production вот есть sound radix очень крутая компания там есть такой такой же плагин phase align от waves компании то есть всегда можно найти альтернативу я просто показываю один из вариантов на курсе я кстати sound radix использую потому что там больше треков барабанный сигнал ну и интенсивность но это чересчур как по мне где-то тридцаточку можно как-то так оставить тон чуть помягче все дальше эквалайзер здесь я немного срезался вниз вот это предложил ассистент динамические полосы то есть они в зависимости от уровня сигнала где-то больше ослабляется частота где-то меньше простым языком когда частоты много какой-то вот пик да какая-то нота громче чем другая какая-то гармоника он ее будет ослаблять вот и все вот весь принцип дальше дальше идут два компрессии прям классика здесь ну давайте вот медленный компрессор который просто немного сглаживает очень мягко ратио видите один и два к одному то есть это практически еле-еле заметный компрессор нафига он нужен чтобы вот эти переходные участки и громкость нот немного сделать меньше по динамическому диапазону вот он срабатывает не мгновенно rms режим а средний уровень то есть это такой говорят собирающий эквалайзер или компрессор склеивающий немного микс можно ратио немного даже добавить дальше компрессор который работает более быстро давайте мы его немного добавим тоже он уравнивает тоже ноты но делает это быстрей то есть он ловит атаки но здесь нет каких-то быстрых прям атакующих звуков они здесь все плавненькие мягкие поэтому ассистент то его поставил но если вы обратили внимание изначально ратио было один к одному то есть по факту он ничего не делал потому что в исходном звуке нет очень резких всплесков на гитаре например он бы пригодился чтобы очень резкие пики сглаживать и эксайтер который слегка добавляет супер вверх вот такой песок здесь он пригодится уместно очень прикольно звучит чтобы дать немного воздуха без обработки с ней гораздо ровнее звучат ноты между собой и смычок появился вот этот приятный такой воздух ну надо слушать да по поводу коверканье голоса возможно потому что тут это же из всего на всего искусственный интеллект мы ушами должны оценивать хорошо или плохо так что я хотел дальше есть там небольшие резонансики которые мы можем исправить эквалайзером и частично у нас это получилось эквалайзером и компрессором в нейтроне но я чтобы сразу рассказать о плагинах которые вот must have и показать их вам использую SUS второй версии ну можно первой какая есть может вы не хотите обновляться например для отлавливания вот этих резонансов что делает этот плагин он во первых работает очень аккуратно микс пятьдесят процентов видите то есть я степень его воздействия уменьшил вдвое чтобы было все мягенько аккуратно не агрессивно так деликатно потому что это акустическая музыка да они какой-нибудь там синтезатор адский который нужно иногда нещадно жать там и так далее здесь мне не хочется разрушить саму структуру фактуру изначального звука акустического но просто хочется его выровнять и он выравнивает в области нижней середины как раз где появляются вот эти резонансики выравнивает частотный баланс то есть чтобы ноты звучали более сфокусированно и собрано равномерно вот без обработки тоже фрагмент вот вниз уже здесь гудит а здесь его маловато очень важный момент при компрессии вот таких вещей но это уже нюанс но он супер важный старайтесь не убить динамика чтобы вот это вот крещендо вот это вот увеличение громкости простыми словами оно сохранилось а не превратилось это в такую ровную колбасу потому что если мы так сожмем сильно у нас пострадает драматургия прям так я бы так сказал задумка то есть динамика убьется совсем дальше я специально пока не включаю никакие пространственные эффекты хотя ну я не всегда свожу сначала без реверов но чаще всего потому что когда у нас уже включены всякие ревербераторы и украшалки мы делаем двойную а то и там тройную работу потому что если у нас нет баланса если у нас проблемы в частотном балансе там балансе громкостей какие-то резонансы и фазовые и так далее и мы за реверами их не услышим ну поначалу уж точно вы не обратите на это внимание и нам кажется ой как классно все летает все офигенно но в итоге у нас получится каша лучше сначала собрать баланс на сухую как я скажу да а потом уже реверами дополнить ту картину пространство вот это расположение инструментов как нам хочется и если у нас нормально собран баланс частотный и баланс громкостей между инструментами голосом использование реверов ну вообще все просто мы просто там так куда мы хотим посадить виланчель ну давай в холл посадим виланчель хорошо она стала дальше а гитара у нас будет где дальше или ближе давай если дальше ну давай там еще какой-нибудь чембер если ближе давай какой-нибудь плейт он поярче все вот эти типы реверберации каждая звучит по-своему у каждой свой характер даже у каждого плагина можно сказать свой характер и я конечно даю какие-то рекомендации что вот здесь прикольно бы прозвучал к примеру там пружинный ревербератор но это не значит что это правило и везде надо там на гитары вешать пружинный ревербератор ну вы понимаете что это творческая история вы ищите и подбираете с помощью эффектов краски ну как рисуете картинку да то есть не красками только звуком дальше гитара а важный момент покасаем баланса давайте послушаем барабаны и вилончель если ревер в инструменте мы можем его использовать вообще ничего страшного у них нет особенно сейчас они все клевые и качественные но если вы в нем не уверены сделайте два варианта без ревера и с ревером ну пока я оставлю баланс мне ничего не смущает вроде нормально здесь вот на этом этапе не надо знаете как делать баланс децибел больше децибел ниже очень очень так широкими мазками да очень смело это надо делать потому что когда мы добавим остальные инструменты картинка вот этих двух поменяется вот поэтому вот прям быстро чем есть простая такое правило да чем дольше вы сидите вот так вот крутите какую-то ручку там не знаю ой вот компрессор мне может вот так или вот так что так или вот так у вас через пять минут уже вы не понимаете как потому что уши замылились и все поэтому здесь надо работать быстро это потом уже какие-то нюансы можно там выводить типа мне холл сделать 2 секунды ой 2 миллисекунды при дилэй или 15 миллисекунд при дилэй и вы такие и так и так прикольно это уже доводка дальше гитары с гитарами я сделал то же самое чтобы сэкономить время ваше вот тоже применил автоалайн на одном и на втором треке он слегка там сдвинул один из треков да и все вот без него вот с ним там минимальные какие-то изменения потому что они изначально были нормально установлены микрофон в фазе это без обработки обработка гитары так сейчас нужно аккуратным быть потому что я опять использовал тяжелые плагины которые могут сейчас ребутнуть при трансляции почему-то только это происходит я вот так и не нашел закономерность а давайте мы поступим хитро я буду использовать какой-нибудь другой плагин например давайте первым я открою эквалайзер чтобы саб низ немного здесь почистить на группе я это делаю сразу следующим этапом я бы добавил немного шельфа низких частот вы скажете зачем ты срезал низ а потом добавляешь низ отличие в том что я делаю это разными полосами вот здесь вот 24 многовато 12 18 дБ на октаву нормально вот так даже 12 наверх да то есть мне не нужно вот это но нужно вот это и вот эту вот эту бубняшку которая то есть то нет где-то на каких-то аккордах ее больше когда басовые струны да более активно играются я ее хочу динамически обработать я делаю динамическую полосу вот правая кнопка make dynamics ну вот это вот конкретно в этом эквалайзере TDR Nova например бесплатный эквалайзер там тоже можно сделать динамические решения то есть мне хочется тела немного в районе ста но чтобы вот эта бубубу коробка коробочность так называемая ослаблялась динамически то есть только в тот момент когда ее действительно много такой подход даже голос пока не ходит нет тут такой трек просто он я прям потратил время чтобы подобрать проект который он и не задолбал бы и чтоб не был страшным да при этом сразу скажу на курсе вы можете сводить все что угодно свои песни чужие песни там материала вагон и тележка в любых жанрах стилях и один нюанс мы можем уже проработать панораму как именно давайте с вами подумаем мы можем взять виолончель сделать стерео сейчас если слушаете в наушниках вы сразу услышите либо гитару то есть я просто разложу микрофоны влево-вправо ну как кому как что вы думаете ну как кому как что вы думаете то есть здесь уже вот как повар готовит блюдо да мы вот так вот сидим и думаем так как лучше гитару гитару интересней еще что скажете ну я забегу вперед скажу не буду дожидаться всех да гитара интересней плюс я бы виолончель все-таки оставил ближе к центру но можно там для спокойного сна там на сколько-то процентов ее развести но я сделаю ее в центр прям потому что виолончель в данном случае ниже гораздо чем гитара а низкие саб низкие частоты лучше вот нами воспринимаются когда они в центре то есть тут и художественное решение в данном случае и чисто техническое звукорежиссерское решение потому что саб низ лучше держать в центре не размывать его по панораме как ни странно так будет звучать более четко сфокусирование и мощней вот поэтому мы гитару раскидываем прям на сто процентов смело почему так смело да потому что аранжировка позволяет здесь есть место для вот таких широких объемов на самом деле если бы это был какой-то попсовый трек с плотной аранжировкой я бы сделал скорее всего так же но там просто больше инструментов там синтезаторы дублируют то есть и если все разводить супер широко делать то в центре будет маловато здесь опять таки баланс и ну можно сказать что это вкусовщина но есть определенные тоже не люблю слово стандарты определенные тенденции по поводу панорамирования такого материала я бы немного по громкости микрофоны выровнял так никаких реверов пока ничего нет дальше я вот этот эквалайзер который поставлю первым дальше ну давайте возьмем от акустики аудио предусилитель сейчас будет на уровне глюка да как я говорю ощущение но я на курсе об этом прям подробно говорю когда мы используем например эмуляции консоли каких-то микшерных пультов когда мы сравниваем в режиме соло вот так вот включил выключил не ну я слышу разницу как бы сразу я использовал микрофонный преамп он чуть добавляет вверх как будто серединке и нижней серединке вот но такие вещи лучше оценивать на на миксе а не в режиме соло одного трека то есть смотрите здесь преамп например тут преамп на бочке преамп там на снейре преамп и когда мы их разом все отключаем вот тогда точно вы услышите разницу глухой услышит даже в каких-нибудь затычках дешевых она просто слышно вот а здесь в данном случае я использовал один раз можно ну включить выключить на самом деле ничего прям кардинального не произойдет но фишка этого подхода а в накоплении то есть на каждом треке когда мы используем то есть существенная разница да голос записан в моно голос в 99 случаях из 100 пишется в моно для песен преамп и это акустика аудиокрим ну давайте вот без него вот в это на сто процентов сделаю будет с ним с ним без него без него тоненький звук сразу стал с ним он как будто такой какой-то стал без него ну вроде и без него неплохо но с ним лучше да но вот я бы на месте новичка сказал ну блин акустика аудио конечно это прикольно о видите я но это убийство компа во первых вот и вы скажете блин а как же быть если нет акустики аудио да все то же самое вот эквалайзер который ну давайте вот эквалайзером сначала вот этим я вырезаю ненужное можно даже здесь не поднимать низ давайте возьмем пульт тег например пульт тег можно взять тоже от акустики аудио можно взять от waves waves он забыл как называется пик наверное нет это пинг waves вот api можно взять компрессор кстати cla guitars можно взять но он очень будет наверное ну очень очень ggp отличный вариант кстати смотрите давайте попробуем ggp я в реальной ситуации также сижу иногда и выбираю сравниваю что мне подойдет лучше вот здесь и сейчас так ggp ну давайте тогда если уж по waves пошли уик тег вот он да да стандартный так возьмем еще мэни мэрукин мэни мэрукин есть такой мега чувак у него тоже есть подписная серия вагинов мэни мэрукин ну давайте тон шейпер наверное попробуем попробуем то есть это просто инструменты они не лучше не хуже вот в конце сразу стоит сус который немного тоже выравнивает аккуратненько спектр очень аккуратненько вот без него выстреливающий вот этот поджимает слегка ну чтобы вы понимали что он делает давайте я утрирую вот так перебор я делаю поаккуратнее так что я хочу сделать пульт теком добавим вот эту нашу сотню надо включить и ослабим ее же как бы это вот особенность эквалайзера пульт тек но он делает это не так вот типа добавили и тут же ослабили там соседнюю частотку и можно добавить верхушку давайте десяточку попробуем многовато наверное я часто задираю специально вот у нас на максимум чтобы понять какую частоту мне крутить ну что-то пока мне не нравится никакая может и не будем здесь добавлять значит давайте пошире сделаем частоту вот эта ширина полосы вот сразу получше стало сверху без него с ним нормально дальше тон шейпер что нам предложит тоже небольшая эквализация с замешанной с сатурацией здесь очевидно это много ну такой как эксайтер пока отключим его посмотрим что нам предложит вот этот товарищ начнем с чистого варианта здесь есть сразу даблер почему нет слегка здесь человеческими словами да теплота сустейн здесь смесь и компрессии и эквалайзера и ревербератора без него без него но я бы так не торопился наваливать эффектиков это мы сделаем в контексте лучше давайте включим все кроме голоса вот выстреливают вот эта струна да то есть ну мне этого не хочется здесь я могу ослабить вверх и компрессии побольше сделать атаку давайте ослабим вот так может быть вполне то есть мне не хочется чтоб гитара вот так вот выстреливала верхом без него как-то натуральный даже звучит да просто вот пульт тек и все то есть вот этот нет можно удалить ну ну можно этот оставить потому что тут даблер еще он немного расширяет видите а вниз что-то мне не очень нравится с ним начинает подгуживать можно мучить его еще там но я стараюсь знаете как сделать типа если не пошло сразу вот характер не подходит что толку его мучить то можно взять там другой инструмент потом вы будете сразу там а вот здесь наверняка вот этот подойдет вот а что еще можно взять по динамике что-то мне хочется ее поджать мне хочется поджать гитарку беспроигрышный вариант это акустика аудио давайте мы сравним вот как раз будет например лейтой оптический компрессор медленный такой вязкий очень приятный чтобы все было как бы как лилось на зажимая достаточно сильно без него с ним и какой есть аналог там да лейтой у вейс лейтой только он как будет писаться сейлей 2 наверное да вот сейлей 2 я почему на вейс остановился сейчас он у всех есть я так думаю компенсируем уровень вот этот мне в данном случае не очень заходит потому что он как-то выстреливающий вот эти очень остаются серединка это но это не значит что он плохой это значит что сейчас он просто подошел меньше чем вот этот этот лучше сдерживает просто весь сигнал и все и я бы еще вернулся или даже не вернулся добавил бы еще здесь витамин я думаю что вот этот парень чтобы акустика аудио не теребонькать и не перезагружаться вот отличный вариант от софт юб без него с ним пока акустику я по удаляю да он под собирает просто немного зажимает вроде бы сильно достаточно но делает это аккуратненько так пока можно гитару оставить а не иисус я показывал по-моему да да до после не сильно мы изменили но тут особо и не нужно менять по частотам немного собрали динамику и лишнюю по отрезали голос так акустику убираем смотрите я специально оставил микс ну вот гитару с голосом давайте даже где все вступает и вот с этим балансом я буду собирать голос ну можно рабочая лошадка это эрвокс где использую гейт чтобы вот эти вот какие-нибудь в паузах вырезать какие-то схлепы там ненужные вот там рунчик какой-то небольшая компрессия он больше как гейт тут очень клевый гейт помимо компрессора очень простой в использовании дальше сус который работает как ds и аккуратненько вот эту середину и вот под с чем он работает вот вот он их ослабляет не то что всегда контролирует давайте мы знаете как сделаем возьмем-ка какой неф эквалайзер он достаточно ну агрессивный даже можно сказать но здесь я думаю он зайдет вот fgn к примеру и хочется чуток приоткрыть вверх и и и сейчас найдем серединку и вот это можно где-то до полторашка немного ослабим или три нет полтора здесь ничего не делаем и немного тельца дадим шельфом со вниз ослабляем не нужен ну да ну да да без него с ним немного над миксом он становится но при этом не ядреный голос и связочку можно 1176 компрессор и оптический оптический пи здесь обратить внимание range решу два к одному всего он не адский мел каждый по чуть-чуть получается хорошо есть такой прием мы сильно можем зажать вот этим компрессором и подмешать параллельная компрессия получается прям видите вот эти все окончания фраз вот эти все вытаскиваются вперед ну тоже нормально но вот эти все при это с мотиком поэтому я так не буду жестить все достаточно медленно и атака выставить допустим в качестве моего ну от одного из моих любимых компрессоров это акустика аудио l-ray это офигеннейшая штука ну просто крутой ну можно без него обойтись почувствовали когда вы его отключил как будто голос так лучше конечно но в какой выход опять параллельная компрессия можем еще один добавить юнит вот например монстр и давайте кстати эксайтер рево его попробуем монстр это 176 компрессор с режимом все кнопки нажаты то есть сильная достаточно компрессии но мы и подмешаем ручка микс и ревоивал добавить супер верт попробуем ревоивал до компрессии но если аккуратненько да вполне себе хорошо слишком это есть такой прием смотрите мы берем просто прорисовываем вот этот хлип по уровню чтобы он был поаккуратнее все все нет я обычно не убираю я контролирую их бывают с хлип какой-то если он в ритмике в груве он вообще если его берешь все 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 рассыпалось ну вот например клевый очень такой как без него нельзя если мы его уберем нет надо чувак там просто умирает не даем этого сделать обратить внимание без объемов мы вообще ни одного ревера нет в проекте так немного сейчас чекнем баланс еще я не буду убирать тело тело то есть это нижняя серединка я пока чуть-чуть добавлю почву да, хочется точек, чтобы было более акцент вот этот чуток виолончельку поменьше и на гитаре давайте тем же нивам поищем бубнилку вот, аккуратненько потому что и у гитары достаточно много этих частот и у виолончели виолончели там главнее перед компрессором это все сделаем вот, немного осветлить все-таки то есть у нас получается виолончель более ну, не сказать, что супер мягкая она она такая матовая, а гитарка поярче чтобы они друг с другом не бодались у нива почему нив? очень клевый вопрос потому что у нива вот небольшое значение эквализации дает сразу какой-то результат и он красит еще дополнительно звук то есть он его простым языком искажает но это звучит прикольно я иногда сравниваю прям беру два или делаю что-то на одном например, мне нравится у нивы как открывается верх он такой хрустящий аж становится но если переборщить он будет ядреным а у ССЛ-ки, например я могу, во-первых, более точно хирургически что-то сделать ну, серединку какую-то вырезать вот эту, к примеру которая мне бесит или там вот какой-нибудь вот этот цик и тот, и тот хорошие приборы но ССЛ более чистый нив более такой зернистый я бы, наверное, так описал эквалайзер зато у ССЛ-фильтра вот эти вот вообще идеальные они очень мягенькие такое ощущение, что так записано просто то есть мы можем комбинировать не надо бояться там иногда я открываю эквалайзер просто чтобы одну ручку там подвинуть но зато эта ручка вот именно вот в этом эквалайзере дает то, что мне надо то есть какой-то характер когда я ищу я беру характерный эквалайзер когда мне нужна хирургическая нейтральная коррекция частотная я беру ФАП-фильтр например отличный прибор есть мнение, что он там гадит звук или что-то ну, блин нормальный хороший эквалайзер такой типичный цифровой объемы а, у меня объем только на вот здесь причем я его наверное сделал да, моно почти вот в соло слушаешь так лучше стерео классно а в миксе вот так будет лучше потому что по бокам у нас есть уже место занято и плюс ривера еще будет который стереофонический именно так, дальше рум давайте ривера я просто включу и буду комментировать рум для виолончельки мы слышим только рум отрезан низ чтобы не было гудения и немного вот этот нос тоже коробка вместе с исходным сигналом можем расстояние менять но это опять акустика аудио типа чем заменить да любым нормальным ревером давайте VSS попробуем к примеру VSS они видите прям рядом даже у меня так VSS многовато давайте возьмем что-то помню я был неплохой пресед да он открытый яркий не бубнит чистый сигнал отсюда убираем вот только ревер мы слышим он объемный такой широкий вместе с чистым сигналом то есть появился объем но он не бесит я бы сделал чуть меньше если мы берем вот этот именно ревер да дальше второй ревер на него идет гитара и велончель тоже это бесплатный вариант Inspirato Lite он немного странный но интересно звучит странность иногда он такой подглючивает вы скажете зачем два ревера здесь же уже есть рум на велончели зачем еще один они друг друга дополняют просто давайте в контексте без них голос можно убрать пока с ними без них с ними появился задник да вот этот объем но он не летит не мешает никуда там хвостами своими третий третий для гитары возможно для голоса даже для голоса валхал валхал валхала офигенный ревер с предилеем чтобы немного отделить чистый сигнал от реверберации вот можно добавить немного искажений на реверберацию особенно это клево когда мы используем суперчистые ревера в данном случае тут уже он не суперчистый ну давайте там сымитируем сравним давайте только ревера ставим вы услышали разницу он стал такой немного хрустящий его будет гораздо лучше слышно в миксе и меньше его сделаем по уровню сушняк добавляем и сушняк сушняк добавляем и и сушняк миксом я просто добавляю балансирую и балансирую искажений и сушняк и сушняк и сушняк и сушняк и плейд на гитару тоже программа под акустика аудио не было это тим петерик плейд можно взять в артуре и по моему даже бесплатно они раздавали его сейчас плейд как бы не этот остановились на плейте с которого я срезаю вот столько низа и нижней середины потому что он очень будет давать много грязи вот без среза здесь начинает подбубнивать так чище еще раз без объемов сейчас с волосом you can't sleep now time to feel like you're alive с объемами it's all in my head делай посмотрим сейчас что там делай посмотрим сейчас что там и и и и и и и так делай отдельно так делай отдельно можно даже какой-нибудь такой поярче поменьше его это и 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 сигнал вот только делай и это делай мы сигнал с него параллельно отправим на какой-нибудь плейт или холл посмотрим то есть у нас задача не сделать дилей такой типа адрин 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 а просто не на небольшой хвостик ему дать здесь я бы еще подвезу вот это тоже шельфом вот эти вещи очень удобно делать так мастер рискнем включим камел сейчас покажу что там и и и немного поменьше верха на голосе и 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 смотрите здесь очень небольшая эквилизация 8 с половиной кей килогерц вот утрировал немного открывает воздух просто на всем микси достаточно широкая полоса да и по большому счету все вот здесь немного 108 220 вот этого слегка буквально там нижнюю серединку еще оставить и компрессия соотношение один к одному полтора к одному 24 децибела ослабления но фишка этого плагина опять вариант выбран в краске он очень сильно окрашивать смотрите без него то есть вот она магия аналогового звучания появляется сразу какой-то в глубина пространства какой-то воздух вот в этом плане акустика аудио очень круто это реализует дальше стейдж one это такая стерео расширял к давайте попробуем ее ну да чуть ток пошире ее особенность в том что она очень моносовместима то есть можем здесь безумно широко сделать это будет нормально слушаться в моно ну если ее нет ну и не ну не нужно bx digital слегка я как слегка в моно превращаю частоты ниже выбранной ну там 125 это тоже самое можно сделать в озоне я вот сейчас покажу и мейджер создаем полосу саб низа где-то 150 100 саб и частоты и саб низкий час и просто мы делаем в моно у нас принципе немного там стерео но если бы это был такой с синтами очень широкий микс то вот эта штука очень классно помогает и лимитер в конце просто доведем громкость чтобы было не тихо но не супер громко здесь мы можем поискать резонанс например где-то здесь будет свистеть наверняка пятерка от гитарки там залетает слегка и аккуратненько порезать отдельно в мид составляющая отдельно в сайт составляющей полторашка наверно тоже удобно его удобство видите он сразу делает очень узкую полосу и искать выстреливающие частоты ну вот можно аккуратненько но можно просто включить сус и все был так до сведения сабилянтов стало больше после кэмэла мы там вверх немного приоткрыли но сус их держит нормально я бы еще здесь немного поджал возможно ревайвал нам и не нужен теперь вот этот который добавляет вверх на голос и здесь можно слегка прибрать добавление вверх казалось бы там один два децибела но на ниве вот на этом это дает сразу то что надо вот так нормально я бы может даже поменьше живище попросил хочется чуток жизни там оставить давайте прям может быть он слишком яркий да так получше и небольшой чек так как я в наушниках возьмем реал фонс наш старый билет добрый рекомендую всем прям в быстром режиме у вас сейчас будет звучать странно но это коллекция наушников с имитацией звучания студий разных мониторов можно чуток велончельку добавить я переключаюсь достаточно быстро чтоб уши не привыкали все нормальный режим да при таком когда я так работаю я быстрый как называется easy mode интерфейс реал фонса просто так 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 быстро пробежался чек ну какие-то основные моменты давайте сравним до после до до щиток я ослаблю компрессию снимку Вот как-то так. Еще, конечно, в идеале нужно поработать с автоматизацией. То есть где-то виланчельку добавить, где-то гитарку какой-нибудь хоуп. Вот, чтобы было больше динамики. Либо не сильно жать. Вот тоже вполне нормальное решение. Не зажимать сильно. Чтобы осталось нормальное дыхание. Было. Нормально. Пойдет. Да, вот излишняя пульсация, когда мы пережимаем, он начинает дергаться. Есть вариант, ну, такой банальный. SSL компрессию. Только с сайдчейн фильтром каким-нибудь, наверное, придется ее делать. Давайте тогда не SSL, а TLA. Чтобы бочку он не съедал. Релиз в средней. Слегка поджать все. Слегка поджать все. Не, можно оставить. Просто я меньше лимитирую мастер. Вот как-то так. Ну, в любом случае, стало лучше этой задачей сведения, да? Собрать, чтобы было широко, глубоко и красиво. А давайте параллель сделаем. Сильно сожмем. По входу вниз отпилим. И подмешаем чистый сигнал. Тоже хороший способ. Да, мне так нравится. Так клево. И так нормально, но менее собрано. Так все более целостно. Но это опять нюансы уже. Они очень жанровые, то есть и на вкус и цвет. Кому-то понравится больше такой естественный, немного расхлябанный даже звук. Кто-то захочет все это собрать, чтобы прям как единое целое звучало. Да, по поводу чего не хватало на курсе с видео. Это же разные задачи. И там тоже обработка звука, разумеется. Но это прям курс сведения. Нет, равиль не то, что большая часть работы компрессоры. Ну, в данном случае, если имеется в виду, что мы больше компрессировали, возможно, потому что мы особо не ковырялись эквализацией, потому что исходник нормальный. Вот. Если бы это было записано где-нибудь в маленькой комнатке, особенно в Велончель, мы бы сейчас задолбались вот с этими резонансами. Здесь он один, да, какой-то. И то он не такой прям супер страшный. Мы его легко победили. А если помещение маленькое, там Велончель или бас какой-то, просто был бы в такой вместо ноты был бы просто гул. Вот это прям беда. То есть тут, в данном случае, да и во любом миксе даже, Почему? Реверберация Прям много Казалось бы всего Три инструмента, а столько реверов Зачем? Чтобы разделить их По планам друг от друга Или наоборот сделать целостно Тут уже как захотите Это творческая история Куда идти? Вот С 22 июня стартуем Есть группа На осень Уже запись открыта Просто кому как удобней По поводу домашек Это прям практический курс Я не буду рассказывать Что такое компрессор Для этого есть курс основы звука Как минимум Или что такое эквалайзер Здесь мы сразу сводим Я показываю подход Конкретно по группам Барабаны, бас и так далее Гитары, синты, голоса Все по полочкам Вы делаете домашку Можно брать в качестве домашки Свою работу Свой какой-то проект Или там знакомых друзей Заказчиков И мы на онлайн занятий Здесь видите занятия С теорией по видео Там Где я рассказываю А на онлайн занятиях Мы встречаемся Вживую И я разбираю ваши работы Что классно Что не классно Отвечая на вопросы Есть ли вопросы А Не забудьте Что у вас купон Кстати у участников курса Поэтому для вас Цена ниже На 2000 Как минимум Ну на курсе Сведения мастеринга Там музыкальные треки Потому что там Работы больше Интервью Да что там сводить В интервью Вы можете конечно Делать интервью Можно знаете Как сделать Возьмите какой-нибудь Музыкальный один проект Который вам интересен Там есть из чего выбрать И если там В материалах Ничего не понравилось Можно еще написать Я еще накидаю И Как дополнение Типа А я вот еще интервьюшку собрал Потому что интервьюшку Сводить 5 минут Вот А когда уже музыкальный материал Там поинтереснее Там и инструментальные Есть композиции И Песни В общем Что угодно Можно брать И собирать Сводить Да По саунд дизайну Пока классы Курс Ну Посмотрим Посмотрим Его Долго пилить По музыкальному Саунд дизайну Можно сделать Курс Прям У меня в голове Он уже есть Его просто Надо садиться И писать В этом плане Класс Мне сделать Быстрей Какое музыкальное Направление Будет на практике То, которое Вы выберете Сами Тимон Спрашивает Вот Вы захотели Метал Ради бога Захотели Хип-хоп Нью-скул Олд-скул Да вообще Пожалуйста Вот Которое То, что Вам нравится Потому что Подход работает В любом музыкальном Направлении Хотите Классику Хотите IronB Хотите Метал Хотите Ракешник Тут главное Понять Принцип И Ну Уши Немножко Прокачать Потому что Если вы не слышите Что не так Бесполезно Крутить Ручки Уставить Плагины Ну Это Вот Рисование Картины Вслепую Получается Если вопросов Нет Друзья Давайте Тогда На этой Лирической Ноте Кстати Когда Мы поджали На мастере Вот С параллельной Компрессией Вылезли Все ривера Их Прямо Много Стало Особенно На голос Я его Сделал Поменьше Тоже Такой Нюанс Да Все Всем пока Вот Ну Я бы Что я бы Еще сделал Я бы Прорисовал Автоматизацию И прослушал Еще на Мониторах В нормальном Свежем Состоянии Вот Ну У меня Вопросов Нет Вот Раздел Вопросов Точнее Чистый Все Матросов Нет Вопросов Не Да ладно Занятие 5 часов Это Тяжело Мне Работать Некогда Поэтому Мы Давайте Остановимся Задача Стрима Просто Показать Во-первых Что это Просто Что Это Интересно Это Не Скучное Нажимание На Какие-то Плагины И Графики Рассматривания Нет Это Творческая И Не Сложно Все Спасибо За Внимание И На Связи До Встречи На Курсе На Стримах Я Думаю Это Не Последний Вот Всем Пока Берегите Себя И Хорошего Звука Субтитры 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 Субтитры